Здравствуйте! Давайте решим еще несколько таких задач. Скажем, у меня есть 9367 плюс 2459. Мы воспользуемся способом из предыдущих видео. Начинаем с разряда единиц. Можно даже сказать, что это колонка разряда единиц. Сложим 7 единиц и 9 единиц. Итак, у нас 7 плюс 9, что, как мы уже знаем, равно 16. Значит, мы пишем 6 в разряде единиц, а 1 мы замечаем и переносим. Т.е. 1 переходит вот сюда. Это может показаться, конечно, непонятным и загадочным, но главная причина, по которой мы это делаем, состоит в том, что это разряд десятков. И когда мы пишем 16, то мы видим 6 единиц и одну десятку. Давайте представим, что это деньги. Тогда как нам лучше получить, например, 16 долларов? Если в нашем мире, предположим, нет купюр в 5 долларов, а есть только купюры в 1 доллар, 10 долларов, 100 долларов и т.д. только кратные 10. И никаких купюр в 5 долларов. В таком случае 16 мы бы представили с помощью одной купюры в 10 долларов и 6 купюр по 1 доллару. Вот 2 купюры по 1 доллару, еще 2 и еще 2 купюры по 1 доллару. Поэтому получаем 16. В общем, я рисую эти купюры и использую эту аналогию для того, чтобы показать, в чем смысл разрядов. Когда я говорю, что это разряд десятков, я как будто бы говорю вам, сколько у меня купюр в 10 долларов. Если у меня есть 16 долларов, я стараюсь все сделать как можно более рационально в этом мире, где нет 5 долларовых купюр, а есть только купюры в 1, 10, 100, 1000 и т.д. Вот это единицы. Т.е. когда я записываю это таким образом, я говорю, что у меня есть 1 купюра в 10 долларов и 6 купюр по 1 доллару. Это и есть 16. Т.е. когда у меня есть 7 плюс 9 равно 16, это значит, что у меня есть 6 купюр по 1 доллару и 1 купюра в 10 долларов. Так, я добавляю эту 10-долларовую купюру ко всему остальному, что находится в разряде десятков. Разряд десятков говорит нам о том, что… вот это разряд десятков. Я могу записать вот так или вот так, символами. Когда у меня есть 67, это значит, что у меня есть 6 10-долларовых купюр и еще 7 купюр по 1 доллару. Т.е. это 6 десятков и 5 десятков, и я суммирую все в разряде десятков. Правильно? Итак, это 1 плюс 6 и плюс 5. Запишу это новым цветом. 1 плюс 6 плюс 5 равно… 1 плюс 6 – это 7, 7 плюс 5 – это 12. Поэтому я запишу 2 в разряде десятков, так как 12 – это 12 10-долларовых купюр. А мы сейчас смотрим на разряд десятков. Итак, у меня 2 в разряде десятков, а 1 я запоминаю в уме и переношу в разряд сотен. Потому что если у меня есть 12 10-долларовых купюр, то у меня есть 120 долларов. У меня есть одна 100-долларовая купюра и две 10-долларовых купюры. Я перестану пользоваться этим примером с купюрами, чтобы убедиться, что вы поняли, как это все делается. Но мне кажется, вы понимаете, как это все работает. Начинаем справа, складываем эти две цифры, и если число получается двузначное, то мы запоминаем левую цифру и переносим ее в следующую колонку. А потом продолжаем этот процесс. Итак, давайте возьмем вот эту колонку. 1 плюс 3 равно 4. Давайте я запишу это другим цветом. 1 плюс 3 плюс 4. 1 плюс 3 – это 4. Плюс 4 равно 8. То есть 1 плюс 3 плюс 4 равно 8. Ничего не нужно запоминать и переносить, так как это число имеет всего один разряд. Итак, наконец, у меня есть 9 плюс 2, что равно 11. Поэтому я запишу 1 вот здесь. Это я записала 1. Потом, если у меня что-нибудь осталось, я запомню это в уме. Вот это второе число – 1. Но мне некуда его переносить, поэтому я просто записываю его вот таким образом. Поэтому 9367 плюс 2459 равно 11826. И я поставила здесь точку, чтобы легче было прочесть число. Так, давайте решим еще несколько таких примеров. На этот раз решим очень-очень сложный пример. Что-то в районе миллионов, чтобы показать вам, что любая такая задача вам по силам. Итак, скажем, у нас есть 2 349 015, чтобы был нолик. Здесь у нас ничего нет в разряде сотен. И к этому я хочу добавить 7 миллионов, а здесь пусть будет ноль тоже, 15 999. Давайте сложим эти два числа. Вам может показаться, что это очень сложная задача, но если мы уделим внимание каждому разряду, то это не будет такой же проблемой, поверьте мне. Итак, мы начинаем с 5 плюс 9. 5 плюс 9 – это равно 14. Запишем 4 внизу и запомним в уме единицу. Теперь мы переходим в разряд десятков. 1 плюс 1 равно 2. 2 плюс 9… давайте я поменяю цвет. 1 плюс 1 равно 2, плюс 9 равно 11. 1 запоминаем. Теперь мы в разряде сотен. 1 плюс 0 равно 1, плюс 9 равно 10. Мы записываем 0 из 10 сюда, а 1 запоминаем. И опять поменяем цвета. 1 плюс 9 равно 10. 10 плюс 5 равно 15. Теперь мы в разряде десятков тысяч. 1 плюс 4 равно 5. 5 плюс 1 равно 6. Здесь нечего запоминать и переносить в следующий разряд. Теперь мы в разряде сотен тысяч. 3. Мы ничего не перенесли, поэтому у нас есть просто 300 тысяч плюс 0 сотен тысяч, что просто равно 300 тысяч. И, наконец-то, мы в разряде миллионов. 2 миллиона плюс 7 миллионов равно 9 миллионов. 15 тысяч 999. Мы просто следили за разрядами и запоминали в уме второй разряд каждого двухзначного числа. И мы выяснили, что ответ 9 миллионов 365 тысяч и 14. Надеюсь, что вам стало уже более понятно. Давайте решим еще один пример, чтобы убедиться, что мы действительно понимаем, как же это все делается. Давайте выберем 15 миллионов 999 тысяч и 1 плюс 6 миллионов 888 тысяч 999. Посмотрим, что из этого получится. Кажется, что это очень сложная задача. Но если мы снова сконцентрируемся и не потеряемся, то, надеюсь, мы получим правильный ответ. Итак, 1 плюс 9 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 0 плюс 9 равно 10. 0 пишем, 1 запоминаем. Теперь 1 плюс 9 равно 10. 10 плюс 8. 10 плюс 8 равно 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 9 равно 10. 10 плюс 8 равно 18. 8 пишем, 1 запоминаем. 1 плюс 9 равно 10. 8 пишем, 1 запоминаем. Теперь мы в разряде миллионов. 1 миллион плюс 5 миллионов. 1 миллион плюс 5 миллионов равно 6 млн. Плюс 6 миллионов равно 12 млн. Давайте запишем. 2, а 1 запоминаем, потому что 12 миллионов – это 2 миллиона плюс 10 миллионов. 10 млн плюс 10 млн – это одни 10 млн плюс другие 10 млн, т.е. 1 плюс 1, что равно 2. Т.е. теперь мы закончили. 15 999 000 и 1 плюс 6 888 999 равно 22 888 000. Как вы видели, мы складывали числа, состоящие из 7 и 8 разрядов. Если бы у нас было число из 100 разрядов, мы могли бы сделать то же самое. Нужно просто начинать справа, последовательно складывать колонки, а если получается двухзначное число после сложения двух чисел, мы просто запоминаем разряд десятков этого числа и переносим его. После нужно продолжать этот процесс, двигаясь влево. И если вы не сделаете никаких ошибок, то получите правильный ответ. А на сегодня все. До встречи на следующем уроке! Субтитры создавал DimaTorzok